В переработку. Экологическая акция по сбору вторичного сырья стартовала в феврале. И вот в 44-й гимназии подводят первые итоги. Несколько недель ученики собирали макулатуру и пластиковые крышки. В течение пары недель готовились, приносили в школу макулатуру, пластиковые крышки. И сейчас они примерно собрали 1127 килограмм макулатуры. С 2013 года, развивая эту тему, и с детьми часто общаюсь, это все время встречается на ура. То есть дети рады сдавать, сортировать. Это такой интересный момент, плюс соревновательный процесс. Азарт, по словам организаторов, среди школьников не шуточный. Одному классу удалось собрать 20 килограммов бумаги, другому 60. Но все остались довольны проделанной работой. На встрече ребятам рассказали о том, куда отправится собранная бумага и пластик, и что из них можно будет получить при переработке. А также то, насколько важно сортировать мусор. Выполняем переочередную задачу привести сферу управления отходами к раздельному сбору мусора. И если ребята уже с детства будут приучены к этому, я думаю, что в конце концов наша страна преодолеет все проблемы, связанные с мусором. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят и сортируют отходы. Эту простую истину здесь знает каждый активист. Для загрузки эко-мобиля ребята встали в живую цепочку. Из рук в руки коробки и пакеты со старыми журналами, книгами и тетрадями. Эта бумага будет переработана, и она не просто будет варяться на мусорке. Ее можно будет использовать в картоне и так далее. Это, как было сказано здесь, уменьшит количество мусора на мусорках, и нам придется меньше срубать деревья. Ребята, собравшие больше всех макулатуры и пластика, получат возможность посетить завод по переработке вторичного сырья и собственными глазами увидеть, как их старые книги и тетради превращаются в новую бумагу. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова